Денис, на случай непогоды, каких-то сбоев в системе и нарушенных планов, есть выстроенная структура взаимодействия с Министерством? Есть налаженное взаимоотношение? Ну, такая система есть, но мы в нее не вписались. Эта система связана со страхованием, со страхованием урожая, так называемого. Но это, наверное, следующий шаг. Пока у нас нет четкого понимания, нет ясности, то, как это будет происходить, мы об этом в свое время задумывались. И опыт этого года, он, наверное, сподвигли нас к тому, чтобы еще раз вернуться к этому изучению и, может быть, действительно, рассмотреть целесообразность вот такой формы взаимодействия с государством. Агрострахование? Да, агрострахование. На самом деле, да, такая поддержка существует. И от суммы договора страхования мы 50% возвращаем предприятию. То есть, грубо говоря, можно застраховаться от неурожая? Да, можно застраховаться от неурожая, то есть, от потери урожая, или от его полной гибели. И получить компенсацию от страховой компании, если такой случай страховой наступает. То есть, такой вид поддержки существует, у нас предприятия им пользуются. Но не все. Алексей Евгеньевич всем за столом передает привет от Воложанина. Привет, ему тоже. Да, Алексей Евгеньевич, привет. Алексею Евгеньевичу привет тоже. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то разработки, культуры, адаптированные к нашему малоснежному уральскому лету, о котором много анекдотов и шуток, которые взяли бы фермеры на вооружение? У вас были такие разработки? Значит, в нашей зоне, не только нашей, и у Подмосковья, во многих северной полосе стоит вопрос не только создать зимостойкие сорта, которые переносят морозы, переносят зимние невзгоды, но и, оказывается, есть такое понятие – дефицит летнего тепла. Вот на Урале условия ярко выражены в дефиците, в зоне дефицита летнего тепла, а у нас вдоль Уральского хребта от Ледовитого океана идет мощный язык вечной мерзлоты, который почти доходит до Ирбита, до Ивделя. И в параллели ему идут все изотермы температур. Вот такой длинный язык спускается вдоль хребта на юг. И мы как раз на этом языке находимся, в зоне дефицита летнего тепла. У нас вот стоят такие тучи тяжелые, если на этой же параллели ехать на восток, на Тюмень, там тоже до Камышлова уже солнце сияет и температуры много. Там виноград хорошо растет. Но удалось селекционерам вывести какие-то культуры, которые справлялись бы с... На восток проезжаешь Красноуфим, там дальше где Сарапул, там цветет давно картофель, давно сенокосы проходят, на небе не облачко, до самой Москвы и дальше. Вот Сарта, это создалась такая естественная, природная, природная климатическая лаборатория. Господь Бог ее создал. И вот на этой месте выведенные нами Сарта идут и на восток, и на запад, и на юг. Везде они чувствуют себя хорошо, потому что у них создался мощный запас зимостойкости, мощный запас устойчивости к дефициту летнего тепла. К тому же много сортов мы создали иммунные, я уже говорил, то есть полный иммунитет к парше, ряду других болезней. И они очень хорошо востребованы, востребованы вот в таких условиях, не только в таких. Вот, например, я в прошлом году получил из Канады черенки новейших сортов, привил их, нынче пошли в роз, смотрю, Господи Боже, сильно поражены паршой. И, казалось бы, там на науку он выделяет деньги, у нас практически не выделяют. Так, и смотрю, что за уровень у них значительно ниже нашего достижения. Предлагаю подключить горожан к нашему разговору. Мы сегодня интересовались у екатеринбуржцев, что происходит на их шестисотках, что происходит в садах и огородах у екатеринбуржцев. Мешают ли им дожди и как спасаются от непогоды, узнаем прямо сейчас. Я веду мероприятия. Ну, например, вот вчера я вернулась из Челябинска, вела там День Металлурга. Большой стадион, вот, люди радуются. С праздником мы их поздравляем, дарим им радость. Занимаюсь спортом. В дождик бежишь, тебе не холодно. Спотеешь, мокрый, по лужам иду. Я стараюсь видеться с друзьями, встречаться чаще с ними, гулять, наверное. Не знаю, находить места какие-то приятные, тихие уголки, тёплые. Я считаю, что это зависит вообще от человека, какой он. Если человек позитивный, то он может сам поднять себе настроение. И друзьям своим тоже, в том числе. Помидоры не созревают. Хорошо, поливает, растёт, картошка. Я не могу попасть в сад, потому что там не проехать в такую погоду. Но там уже всё бежит, и туда просто не проехать. Никак, дождевые червяки, ой, дождевые червячки вылезли. И колорадские жуки поползли, поплыли вместе с водой. Я особо много ничего не сажу, зелень, она и так растёт. Я держала 30 лет корову, один год. Я не помню, какой уже год, конечно, был это вот. Но мы тоже, я думаю, всё надо так же. Дождь, 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 я думала, обезти нас останутся. Но в конце концов, в сентябре такая погода, это вот. Мы накосили, конечно, мы не продали, не зарезали ни этот. Очень сильно повлияло, потому что благодаря только погоде очень мало урожая будет в этом году. То есть добираться в такую погоду, что-либо делать, ну, невыносимо. О дождях и урожае говорим в прямом эфире. Очень много комментариев на сайте. Зрители спрашивают, что делать. Анна интересуется, как просушить грядки. У меня и так всё в огороде сделано на возвышении. Всё равно вода стоит, и растения начинают гнить. Есть какие-то простые советы для садоводов-любителей? Самые простые советы у нас, вот вокруг города Екатеринбурга, в былые времена отвели очень большие площади для садоводов-любителей, коллективных садов. К сожалению, отвели земли, сада непригодные, места сада непригодные. Что делать? Надо менять участок, надо менять землю. Это не в силах любителей сменить участок. Достался какой? Ну вот, глубокие борозды, высокие гряды, посадка растений, деревьев на холмы. Это вот на высоте 70-80 сантиметров такие холмы насыпает и сверху высаживает растения. Это перешли даже в недождливых зонах. Очень удобно, быстро прогревается весной почва. С осени она сильнее, быстрее охлаждается и промерзает. Это тоже важно для растений. Ну и на этих холмах очень хорошо растут слива, вишня, косточки культуры, которые боятся подопревания корневой системы. В общем, высаживайте на холмах. Сергей Владимирович, зрители интересуются, что может подорожать в случае неурожая? Хлеб, молочка, какие продукты могут реально подорожать? Ну, об этом говорить сейчас, можно сказать, не надо. Преждевременно? Преждевременно. Угроз на самом деле никаких нет. Если, допустим, по молочке, то к уровню прошлого года ежедневно Свердловская область даёт 140 тонн. То есть молока мы производим не полностью для того, чтобы удовлетворить жителей Свердловской области, но этим вопросом мы серьёзно занимаемся. То есть роста цены, ну, скачка мы не прогнозируем. В животноводческом секторе то же самое, несмотря на то, что Вы говорите, не могут сено заготовить. Сено не могут заготовить, его будут покупать? На самом деле в области есть определённый запас предыдущих лет, и те предприятия, которые выполняют все сроки агротехнические, они уже сено заготовили в полном объеме. Сено в области есть. Предлагаю прямо сейчас узнать, когда, наконец, в Екатеринбург вернётся лето, и будем подводить итоги нашего разговора. Сегодня, ну, если судить по осадкам, больше всех, конечно, не повезло в Челябинске области. В Челябинске выпало 56 миллиметров. Вот. Нас сегодня и завтра ожидают также в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, порывы ветра 22-27 метров в секунду, и в отдельных районах возможен град, но это в основном касается Курганской области. То есть вот вся территория Урала у нас в таком под влиянием циклонных вольцов. Последний холодный июль, вот, по-климатически, был в 1997 году. Но всё равно мы будем судить уже так. У нас есть либо минимум, то есть это, сейчас скажу, рекордные значения минимальные и максимальные. То есть, ну, минимальных мы пока, так сказать, с радостью не перекрыли. Мне очень бы хотелось там ночных температур полтора, два и три градуса. Говорим в прямом эфире о дождях, о непогоде и об урожае. Ну, вот если подводить итог нашему разговору, на данный момент говорить о том, что будет какой-то неурожай в сентябре, нельзя? Денис, или? Я бы не стал об этом говорить. Мы ещё раз с оптимизмом смотрим в будущее. Конечно, есть дефицит летнего тепла, да, все ждали лета. Но, мне кажется, гораздо более страшнее дефицит человеческого тепла, да. И поэтому надо поддерживать друг друга, надеяться на лучшее. И я уверен, что природа всё-таки своё воссоздаст. Вот говорили старожилы, что и сентябрь бывает тёплым, и, может быть, август будет. Поэтому, я думаю, что всё будет хорошо. Сергей Иванович, отыграемся? Я полностью согласен с Денисом. Просто на Урале мы не привыкли унывать, в том числе и в агропромышленном комплексе. И все предприятия сегодня мобилизируют свои ресурсы технические, людские, для того, чтобы тот урожай, который есть, его нужно собрать и заложить на хранение, чтобы он стал доступен и для корма животных, и на полки продовольственных магазинов попал в полном объёме, без увеличения её стоимости товара. Вот это очень важно. Спасибо большое, что нашли время. А нам нужно? Да, нужно, конечно. Ну, наибольшие потери у нас понесут, если продолжатся эти дожди, питомниководы, потому что сейчас начался период окулировки, прививки, а дожди мешают проведению этой работы. Это раз. А второе. На Урале прекрасный волнистый рельеф, много мест, очень прекрасных мест для закладки садов. И когда закладываются сады фермерами, они могут выбирать места вполне пригодные, на которые можно получать высокий урожай. Тем более у нас сейчас много посадочных материалов выпускается на карликовых клоновых подвоях, которые растения быстро вступают в плодоношение. После посадки на второй-третий год уже, ну, так же, как смородня, яблони уже там плодоносит. Смородня у нас прекрасно растёт, громадный урожай сейчас даёт. Ну, собственно, все культуры. Косточковые очень хорошо идут, груши, как новая культура. Это целый плав, вся Россия к нам едет за грушей, даже южане. Спасибо большое.